Пройти болото, лес и выехать по оврагу. По Трязанию прошли экстремальные соревнования на внедорожниках. Показать мощь своего автомобиля решились более полусотни экипажей из десятков городов. Нижний Новгород, Тула, Москва, Питер, Самара, Казань, Белгород. Спортсмены и просто любители 19 августа встретились под Рязанью на гонке по бездорожью. Для них отсутствие дорог не беда, а развлечение. Соревнования Motive Gear – это гонка опытных пилотов и автомобилей высокого уровня технической оснащенности. Отличное испытание для экипажа и машин и незабываемые эмоции для зрителя. Здесь участвуют спортсмены лицензированные, которые участвуют в чемпионате России, в Кубке России, которые имеют спортивные разряды, звание кандидатов в мастеров спорта, судьи, которые участвуют в судейской бригаде. Тоже первой-второй категории – это официальные люди, которые состоят в организации РАП. У людей это любовь. Не столько спорт, но и любовь к всему этому. Грязь, подготовка машины, движение, драйв. То есть людей это захватывает, они годами занимаются. И из любительского спорта у них уже потом все это переходит в профессиональный. Люди уже едут за медали, едут за звания, за кубки. Только для них, джиперов, чем больше грязи на пути, тем интереснее. И пусть автомобили вязнут по самые окна. Их философия – явление уникальное. Для многих владельцев внедорожников большая машина – это в первую очередь показатель статуса, а большинство из них никогда не съезжает с асфальта. Между тем в России растет популярность такого вида активного отдыха и спорта, как трофи-рейды – гонки на полноприводных автомобилях по бездорожью. Многие автолюбители являются зависимыми, что ли, от их хобби. И особенно, когда это касается внедорожников. И вот то, что люди, которые занимаются перестройкой своих автомобилей, подготовкой любимых автомобилей под такой вид соревнований, сегодня это большой праздник для них. И, конечно же, популярность этого мероприятия, оно с каждым годом растет, и его можно увидеть по количеству людей, которые приезжают на такое мероприятие из года в год. Выражение «с места в карьер» приобретает новый смысл. Начальная точка после старта – глубокое болото, но вполне проходимое для полноприводных монстров. О том, что грязи не боятся не только танки, но еще и эти смелые водители внедорожников, мы видим буквально наяву. Вот, посмотрите, несколько автомобилей буквально застряли в болоте, но говорят, что ничего страшного, скоро выберутся. Главное для таких соревнований – найти подходящее место. Особенности ландшафта Рязанского края по достоинству оценил известный поэт, а теперь и охотники за бездорожьем. Принимать грязевые ванны считается, что такие процедуры – лечебно для настоящего внедорожника. Впрочем, старт удается не всем. Кто-то недооценил болотистую почву под колесами авто и в буквальном смысле встал на уши. Тут поможет только лебедка. Ваня, объясни, в чем кайф, поделись. В чем кайф, скажите, пожалуйста. Пойдемте, пойдемте. Нет, скажите, в чем кайф. Это грязный человек. Дай мне зеленый трос. Не говорят. Что же вам скажете? Это пробовать надо. А? Это надо пробовать. Что? Нормальный человек, пока не попробует, из-за них полезет. Ну, вы нормальный? Да, зеленый трос. А? Вы нормальный? А что, похожи? Вы спортсмен? Я не знаю. В чем спорт? Нету спорта. Нету спорта. Это мы же свиньи. Прелести тросового механизма оценили все участники трофи-рейда. Неизменным остался отточенный до совершенства формат. Кольцевая гонка протяженностью около двух километров. Побеждает тот, кто завершит наибольшее количество полных кругов за отведенное время. Есть, например, какое-то болото. И это болото можно объехать справа или слева. Организаторы задумали, что машина должна пройти именно по болоту. Поэтому болото будет огорожено слева и справа ленточкой. Будет судья факта, который будет смотреть, что машина проезжает внутри коридора, а не пытается кого-то обмануть, чтобы вырваться вперед. Романтика победы над собой и трудностями. Через тернии к звездам. А тому, что автомобильный спорт делает исключительно мужское, опровержение находится даже здесь. Проверить себя, укрепить здоровье, дух моральный. Так что здесь. Ну вот ладно, мужики, они вам в этом волосе роются, а вы как? Сейчас попрет адреналин и уже будет непонятно, мужики, не мужики. Конечно, чтобы сознательно идти на такие препятствия, нужно обладать определенными качествами. Задор такой молодецкий. Ну, если не приложить к этому задору мозги, то можно остаться там до вечера и уже просить эвакуацию. А суровая правда такова, что проезжают даже один круг далеко не все. Без поломок такие заезды не обходятся. Убираем воды, чтобы не кипела машина наша. Садиаторы забились. Вот приходит. Выдумывать. Нет, что-нибудь. Правда тут воды где-то так нагрязь. Несколько внедорожников вытащит теперь только эвакуатор. Кто-то выбирается к берегу, жертвуя сожженным сцеплением, кто-то и вовсе без колес. Но больше всех достается, конечно же, победителям. Вот смотрю на вас, вы такой грязный. Вот в чем кайф таких соревнований? Адреналин. А, наверное, ну я не знаю, как у всех, у меня это именно жажда победы. И, ну вот у меня нос разбит, я уже сейчас совсем ничего не чувствую. Ну сейчас будет все отходить, поэтому будет чувствительно. А на трассе это вообще ничего не чувствовалось. На этот раз, помимо автомобильного класса ТР-1, ТР-2 и Абсолют, тут в борьбу вступили квадроциклы и грузовики. Мы попробовали УАЗики, я езжу еще на квадроцикле в чемпионате России. А грузовики, это как, ну неотъемлемая часть нашего внедорожных развлечений. Редкий автомобиль добирается до финиша без поломок. После каждых подобных соревнований обязательно ремонт и восстановление. Но в подобных состязаниях участники получают удовольствие не столько от победы, сколько от самого процесса преодоления препятствий. Надо, надо умываться по утрам и вечерам. Эту строчку из знаменитого стихотворения Корнея Чуковского знают, если не все, то многие. И если о себе, любимом, по утрам мы стараемся не забывать, то и за нашими драгоценными автомобилями, которые выполняют важную роль в наших жизнях, нужно бережно ухаживать. Бывает так, что после мойки преображения автомобиля колоссально, машина становится неузнаваемой. Для того, чтобы ваш автомобиль преобразился из тыквы в карету, потребуется всего 20 минут. Причем ожидание в мойке Омега Центр для клиентов является весьма комфортным. В комнате отдыха есть все необходимое. Здесь можно выпить кофе, подключиться к вай-фаю, посмотреть телевизор. А главное, с помощью камер, которые установлены в боксах мойки, можно увидеть, как выполняется работа над вашим автомобилем. Конечно, отмыть машину снаружи – это только половина вопроса. Часто возникают серьезные загрязнения и внутри кузова. В ходе эксплуатации в салоне автомобиля разливаются продукты, появляется уличная грязь, а летом пятна могут оказаться вовсе трудновыводимые, как, например, в этом такси. У нас что-то не случается. Взял заказ, приехал на рынок, посадил двух барышень. Одна села вперед ко мне, другая назад с корзинкой. Ну, все, приехали до конечного адреса, расплатились. Часто какое-то время посмотрел назад, а у меня там неприятности. Рассыпали ягоду, раздавили. Ну, так как моюсь на этой мойке уже не первый год, вот, решил приехать сюда снова. Вот, думаю, что задача ребят справится. Автотехсервис Омега-центр распахнул свои двери для клиентов в 2013 году. Тогда это была еще небольшая автомастерская. За несколько лет автосервис разросся и превратился в специализированный комплекс по ремонту и обслуживанию автомобилей любой марки. В скором времени здесь будет запущен новый кузовной цех и покрасочная камера. Ну, а химчистка салонов автомобилей выполняется в Омега-центре различными способами. Отчистить можно практически все. То есть, ну, потолок чистится элементарно, не занимает много времени. Химчистка потолка, вот. Ну, другие детали чистятся гораздо сложнее. То есть, пол, потому что забивается песок, приходится долго там пылесосить и так далее. Вот. Пластик тоже очищается и довольно-таки быстро. Вот. Ну, сиденье, в принципе, одно из самых сложных деталей автомобиля. Вот. И полы. В случае с ягодами на сиденье такси мастера отмыли это пятно за считанные секунды. И при помощи пылесоса и специальных чистящих средств автомобиль полностью был приведен в надлежащий вид за 15-20 минут. В принципе, не было никаких сомнений. Ребята вполне свои задачи справились. Ну, а пока с чистых, обновленных и красивых автомобилей сдувают последние пылинки, мы расскажем вам о том, что кардинальным образом обновит ваш автомобиль. После полировки фар машина становится как новенькая. Со временем пластик или поликарбонат изготовлены состоят фары. При воздействии солнечных лучей, мутнеет, в связи с нашей дорожной обстановкой, которая существует, на ней появляются сколы, потертости. Здесь все просто. Неприятный налет снимается с помощью механического воздействия. А затем наступает этап обновления фар. После того, как мы снесем слой, налет, который образовался на фаре, до полной гладкости ее, при помощи полирования фарки мы заполируем ее до полного вредка и приведем к состоянию близких новых. Итак, фары чистые. Автомобили в огромном количестве боксов ежедневно продолжают преображаться не только на мойке, но и в автотехцентре. Но это уже совсем другая история. И в следующих выпусках программы мы вам обязательно расскажем о больших возможностях, которыми обладает Омега-центр.